всем привет и солнечной греции с вами юлия вы находитесь на канале вышивки крестом сегодня я хочу начать новый процесс и поделиться с вами этой новостью да я знаю я говорила что я буду концентрироваться внимание на завершении уже начатых процессов в принципе я этим и занимаюсь мои процессы хорошо продвигаются но знаете в какой-то момент я себя поймала на таком ощущении что моя вышивка не радует меня в полной мере какая-то усталость даже какая-то апатия стала проявляться и у меня даже хватило такое знаете немножко страх что неужели все меня полечили от вышивки и вот этот мой запал азарт пропал я заходила в интернет магазины с целью порадовать себя покупками что-то выбрать выбирала выбирала ничего мне не порадовала ничего не вдохновляла язык для заглядывала в свои коробки с наборами дименшенс оригинальные интересные все наборы любимые раньше я любой вытащена закрытыми глазами с большой радостью приступила к вышивке а вот в этот раз даже меня ничего не вдохновляло и какой-то момент я вспоминаю об одном дизайне который у меня есть и все эврика я побежала скорее в свои запасы нашла этот набор и все встала на свои места и вдохновение и эмоции настроения и этот наборчик обнимала целовала поставила его на рабочий стол и когда вышивала мои текущие процессы я на него так сказать медитировала и ждала суббота воскресенье чтобы можно было снять видео поделиться с вами моим стартом и конечно же приступить поскорее к вышивке и сегодня субботу утром я проснулась прям без будильника сама проснулась рано-рано с целью поскорее снять видео и приступить к вышивке чтобы за субботу и воскресенье насладиться этим процессом и я вас уже достаточно долго потомила интригу образовала что же это за дизайн который меня в общем так вернул к вышивальной рукодельной моей жизни наполнил меня энергией это дизайн дименшинс античный шарм вот посмотрите какой дизайн деревенский лето в деревне и я вы знаете почему у меня наверное воскресила скажем так потому что сейчас лето как бы время отпусков у меня отпуск будет в августе но несмотря на то что отпуск в августе обычно мы даже на выходных ездим на море постоянно в афинах живую и море здесь со всех сторон а вот в этом году ни разу еще не поехала и наверное не знаю получится получится возможно только в августе как-то постоянно какие-то вот дела и вот этот дизайн летний вот так удачный вальяжный спокойный наверное вот этого мне сейчас не хватает просто уехать из города забыть о всех о всех обязанностях и делах сидеть где-нибудь во дворике на простеньких крашеных не знаю стульчиках рядом чтобы бегали гуси какие-нибудь куры петухи чтобы сад был можно было покушать фруктов вишенки клубничек своего вот и просто дышать свежим воздухом гулять в общем хочется мне на дачу хочется мне на дачу и в отпуск а здесь такие яркие цвета такие красочные много деталей много всего интересного в общем девочки мальчики я вот все сейчас сломя голову бегу вышивать поскорее этот дизайн и пусть он меня приближает к отпуску к отдыху ну как вы видите это набор не оригинальный это не dimensions потому что оригинальный dimensions он уже очень очень давно снят с производства и о существовании этого дизайна я увидела на канале у света горелки на на его вышивала тоже подбором но оригинальными нитками у меня будет вот в таком исполнении это наборчик от фирмы фирмы клубок желаний такой значок котика с клубочком играется девочки находятся в москве и они собирают наборы по известным дизайном по известному дизайном известных фирм dimensions буцила но еще другие у них есть дизайны все не помню мне не часто захожу на их сайт они делаю сборку из трех разных палитр это дмс это гамма это модера вот это мне понравилось потому что когда есть вариант выбрать из трех палитры подобрать сделать более точно как бы копию это очень хороший вариант я вообще за оригинал вот кто сейчас будет говорить блин копия там еще что-то я вообще за оригинал девочки носи нет оригинала что делать там можно вышить подбором и я сама не боюсь делать подборы ниточках дмс сижу подбираю выбираю у меня был такой опыт в принципе хорошо получается но очень трудозатратно и опять же в пользу подборов тоже скажу что даже сама фирма dimensions некоторые свои буклеты давала в палитре дмс и анкор а значит эти дизайны могут быть вышиты другой палитрой с небольшим отклонением каких-то цветах даже внутри производства dimensions нитки и канва очень часто отличаются партия от партии и это можно можно заметить только если у вас два набора вышитых и вы можете увидеть какие там цвета отличаются оригинальные наборы dimensions поэтому небольшое отличие по палитре она является нормальным даже внутри dimensions все нитки могут партия от партии отличаться даже нитки дмс партия от партии отличаются это тоже может быть ну конечно мы стремимся к идеалу но небольшие какие-то отличия они не испортят картины вот скажем так просто будут может быть для знатоков если приложить две картины рядом могут быть какие-то отличия но это будет не существенно и не испортить всей красоты у меня несколько наборов от этой фирмы и один я вышивала по сборке буцила это ангел с ягненком не оставлю ссылку вы можете посмотреть что получилось о dimensions я еще не вышивала и будет очень интересной мне и я думаю вам будет интересно посмотреть и сравнить как получается мои отзывы по длине так ну и так далее чем мне понравилось делать покупки в этой фирме здесь очень щедрый есть щедрая система поощрений скажем так ну во первых каждый месяц есть набор месяца который идет по 50 процентов скидки это очень выгодно во вторых когда делаешь заказ два-три набора тоже идут скидки можно какой-то набор полцены купить в третьих когда у вас день рождения при заказе набора второй набор вам дарят равноценный вам дарят в подарок это действительно так ко мне приходил тоже вот набор такой который мне вот подарили один я набору заплатила а второй мне положили в подарок это просто вообще супер очень очень здорово мне мне понравилось работать с этой фирмой но вот я хочу вышить дизайн dimensions и посмотреть что у нас получится интересно будет и ваше мнение услышать по поводу отшива ну посмотрим так давайте посмотрим наши данные что у нас здесь размер вышита картина 28 на 36 сантиметров а и до 14 кремового цвета с обработанным краем цветная схема органайзер с нитками и символами игла для вышивки инструкция техника счетный крест полукрест обратный стежок прямой стежок французские узелки вот сайт и набор номер набора наверно 13 608 набора дименшинс так вот так выглядит с обратной стороны наборчик запечатанный ниточки ну хватит уже его рассматривать открываем вот такая красота предстает перед нашими глазами уже без пленки без всего ниточки яркие сочные раскрасивые и находятся они вот на таких планшетка обратите внимание на планшетки эти планшетки сделаны рукодельницы для рукодельниц очень удобно и значок и номер и в как сколько сложений нужно на вышивать и бленды ну вот правда мы самые самые удобные вот такие вот органайзеры они скреплены здесь на кольце можно их отделить а потом сколько здесь у нас органайзеров раз два три 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 органайзера я их разделяю до того чтобы было удобно такая иголочка так давайте посмотрим еще на ниточки какие яркие и сочные цвета вот он мой праздник вот он вот хочу этих зеленых хочу вот этих зеленых таких припыленных голубенькие красивые какие ниточки очень очень красивые мягкий на ощупь и такие хлопчатобумажные да мы сидим с модера и гамма знаем их качество то есть ниточки хорошего качества очень практично так основа вот единственное что минус да вот я скажу не все же плюсов очень маленький идет запас на края в принципе терялась привет в принципе все хватает можно вышивать но я привыкла уже такие поля знаете особенно как кастом крафт составляет вообще по 7 сантиметров что щедро да хороший запас тут конечно поменьше идет запас не критично но хотелось бы ну хотя бы по пару сантиметров еще со всех сторон чтобы чувствовать себя свободно и не зажата так плюс еще в том что здесь основа обрабатывается вот такой строчкой строчка хорошо держит зигзаг она светленькая плохо видно может как-то так до строчка хорошо очень держит край предотвращает от осыпания так но снова здесь нет слайгард основа здесь не знаю чья вот такая простая красненькая строчка но снова хорошая хорошая похоже на и на свой город ну что-то между так здесь у нас идет инструкция вот такой дизайн я вышивала по своему подбору сама делала подбор долго мучилась основу украсила чаем в общем что здесь только не происходило но результат у меня получился очень-очень хороший все красиво люблю эту работу мужу очень нравится и планирую и и оформлять но мне нужно вышить еще несколько набор вот таких вот либо с домиком либо пейзажек каких-то чтобы оформить их вместе в едином стиле но они так как у меня обычно все по одной по одной всех получаются в разном оформлении но такие еще есть дизайны показаны инструкция так вот у нас титули лист картинка картинка здесь не отшив это screen вот это screen будем смотреть ориентироваться так покажу схему так надеюсь камера сможет передать все четко схема здесь очень четкая крупная силе дименшинс цвета символьная ну скорее всего оригинальный перебирать скорее всего по оригинальной схеме был перед перри набор поэтому как бы все значки и смысл сохранили но схему увеличили потому что старых я знаю стенки мелкие съемка здесь вот так на листах а4 красота шляпку видела у нас я не видела на рисунке не увидел смотрите шляпка очень понятная щетка схема здесь обычная стандартная инструкция что как делать спешка вот такой вот у нас здесь ключ обычно я исключаю вырезаю вот эту вот полосочку с значками приклеиваю ее на специальный такой материал в мягкий как поролон и он служит у меня для парковки и гигал вот здесь у нас крест в две нити полукрест есть французские узелки ну и там бэкстич такой ключ вот бумага очень хорошая качественная очень качественная схема прямо удовольствие хороший хороший сделан комплект да сделан комплект понятно что девочки не создают этих схем и все понятно но хотя бы комплектация сделана с умом с любовью сделано с пониманием дела что девочки сами вышивают поэтому они знают все эти нюансы как сделать органайзеры и так далее ну вот у меня сейчас предстоит такой момент чтобы организовать мои материалы и будем сразу приступать единственное у меня закрадывается мысль единственное у меня закрадывается мысль поменять основу на равномерку но с другой стороны здесь немного участков не зашит только вот сверху здесь вижу небо ну какие-то участки нет наверное не буду менять на на равномерку оставлю то что есть что у нас тут 14 каунт 14 ну буду вышивать на 14 каунте да ну все девочки я пойду готовиться и увидимся в следующем включении после нехитрых приготовлений я к вам возвращаюсь чтобы показать вам мою организацию ну и так вы видите мой станок сейчас он выдвинут практически на максимум но здесь стоит рама на 60 сантиметров я решила ее пока не убирать и все мои процессы вышиваю именно на ней потому что особые они достаточно широкие практически сколько там у меня эти 55 сантиметров до 55 сантиметров поэтому мне нужна рама на 60 ну и чтобы постоянно станок не снимать рамы я решила оставить раму на 60 и все мои работы вышиваю сейчас на этой раме значит что я сделала я решила не делать полностью разметку я вообще человек разметки только разметка мне помогает меня организует и бережет меня от ошибок но здесь основа такого желтенького цвета причем я не знаю производителя ее состав я решила не рисковать с маркером а сделала разметку в разметку первой линии внизу начертала вот карандаш комод прим он меловой его можно легко смыть и сделала себе вот такой уголочек позже стекали и в горизонтали не знаю видно или не видно сделала вот такой уголочек чтобы сориентироваться откуда мне начать и дальше двигаться возможно я буду дальше продолжать разметку этим карандашом а возможно у меня все получится я буду вышивать без разметки ну будет уже видно так картинку я вырезала чтобы она меня стимулировала и также она будет находиться вот в такой мы на такой моей коробочке ой крышка далеко ну ладно эта коробочка от конфет но она очень такая приятная в использовании и это все извините эту коробочку также я использовала при отшиве моего ангелочка здесь осталась даже вот карточка от ангелочка я решила будет так символично да тоже от кубка желаний организация будет идти в этой коробке ну в принципе организация какая у меня организация нитки то они уже на планшетках подготовлены здесь ничего не нужно делать одно кольцо я уже сняла вот второе кольцо пока есть не знаю наверное тоже его сниму не очень неудобно с кольцами они как бы как сохраняются хорошо но в работе мне нравится чтобы они у меня все были отдельно эти эти планшетки нитки конечно бомба просто ну и что я сделала для остатков для игл это вот такой вот вот такой вот органайзер для игл вот это материал такой вспененный на не знаю как он называется простите и на двухсторонний скотч я вырезаю и приклеиваю ключ с набора вот такая красота и сюда будут парковаться и колочки он как раз у меня хорошо помещается в мою коробочку вот так все просто практично ну и для настроения я решила порадовать себя интересным магнитиком который я только что смастерила это вот такое вот яблочко это пуговка которой я приклеила вот так магнитик в процессе приклеивания весь маникюр конечно был испорчен потому что я руки залила клеем и мне пришлось оттирать все заливать ацетоном очень сильные буквы вот такая красота дальше я также буду пользоваться вот такой игольницей очень она мне нравится я прям оценила ее как я раньше без нее жила открывается здесь такие иголочки она на магните тоненькая легкая есть и нитковдеватель здесь сейчас дорога удобно классно такая штука прям даже себе еще таких хочется вот ну как вы видите первый лист схемы я уже приготовила буду начинать вышивать вот эту табличку с правого нижнего угла ну и остальные все схемки они будут пока лежать и в отдельную папочку будут лежать будут мне помогать в нужный момент вот нитки я обычно беру под когда все хранится под раму там все стоит вот такие вот у меня ножнички какие-то дмс ножнички винтажная серия красивые такой вот у меня маячок к ним подобрался ну вот как вы видите у меня здесь все очень вкусно организовано такой процесс летний яркий ниточки сочные магнитик в тему в общем я настроилась все иду вышивать и наверное завтра сниму еще одно включение чтобы потом смонтировать видео покажу какие у меня продвижения за один день ну я не знаю за один день сколько я смогу вышить но руки так чешутся все я я глазами уже эти нитки все съела все так нравится настроение вдохновение чего вам желаю радуйте себя вышивкой радуйте себя дарите себе настроение покупки подарки я знаю что есть люди которые осуждают много процессов много покупок но если вам это приносит радость если вас это лечит это для вас терапия лечитесь и будьте счастливыми а если потом эти наборы никому не понадобятся и вышивки ну выбросятся они все главное что мы получили удовольствие мы порадовали себя мы себя наградили сделали себе настроение это самое самое важное вот и я сейчас принимаю за этот набор с большим с большим энтузиазмом у меня прям все горит как первый раз буду вышивать ну все со всем я заболтала заговорилась еще раз желаю вам хорошего настроения прекрасных летних деньков и до новых встреч пока я так долго вчера с вами прощала что совершенно забыла о том что обещала сделать второе включение после того как я вышью мои первые крестики ну собственно сейчас уже следующий день я готова вам показать свой первый результат вы видите как у меня все организовано на моем станочке прям такие яркие сочные летние краски радость радость ну и так хочу начать со сложностей которые у меня возникли с основой основа как я вам показывала неровно была отрезана и она очень жесткая совершенно неподатливая когда я ее натянула на станок она пошла волной я никак не могла ее выровнять я пыталась ее отрегулировать клипсами как-то выровнять но вот она никаким образом не хотела натягиваться и мне пришлось искать вариант как сделать боковую натяжку сделать ее из подручных средств как говорится не выходя из дома но не хотелось мне идти в магазин искать что-то поэтому я себя озадачила какой-то организацией из имеющихся материалов и сейчас покажу что я сделала я использовала совершенно обычную вот такую толстую резинку вот такие вот крючочки которые пришиваются к одежде резинку я пропустила в кольца крючков зацепила за нить строчки которая здесь очень-очень плотная это меня спасло ну и натянула на раму натяжка образовалась очень-очень плотная барабанная вот эта натяжка меня спасла я думала заменить аиду вот этот кусок на равномерку есть у меня линда много линды но мне не хотелось заморачиваться вышивкой на равномерной основе объясню почему вот ну глядя глядя на дизайн здесь можно заметить что незашитых участков совершенно мало то есть это вот такие уголочки здесь и по всей видимости вот этот участок неба чтобы вышивать на равномерке мне бы пришлось отказаться от разметки а без разметки к сожалению мне сложно вышивать потому что у меня в голове уже такая привычка я считаю по линиям то есть я не считаю что мне нужно вышить там 12 кресиков или 8 я отчитываю от границы какой-то линии там минус 2 крестика плюс 2 крестика от линии поэтому я совершенно не считаю при вышивке ориентируясь на линии и вот этот факт меня остановил от замены основы пришлось мне воспользоваться вот таким вот нехитрым устройством которое в общем-то меня ну на данный момент меня выручила дальше будет видно вот ну и после долгих мучений организации наконец-то наконец-то я добралась к моему процессу и перед вами первый первый итог очень красиво очень вкусно посмотрите какие яркие цвета начала вчера вышивать ну и сегодня утром завершала бэкстич завершала французские узелки сейчас постараюсь показать поближе так ну на максимум я установила камеру я думаю сейчас все очень хорошо видно здесь такой красивый вкусный бэкстич такие хорошенькие французские узелочки на вот этих вот подсолнухах яркие яркие сочные цвета крестик полукрестик вышивается очень легко схемка простая четкая понятная ниточки все хорошие ниточки по всей видимости здесь в большинстве в своем случае это дмс они сразу отличаются по своей структуре ниточки в этом наборе дмс все хорошо единственная вот основа но основа здесь мне не нравится она грубая и наверное там есть какая-то синтетика поэтому я решила не пользоваться маркером а пользуюсь карандашиком как я говорила я все-таки вот сделала себе разметку потому что смотрю ваши видео отвлекаюсь и мне сложно считать там 1 2 3 я ориентируюсь по вот линиям и у меня таким образом идет вышивка вот такая у меня красота получается мои первые крестики первое начало так хотелось мне вот вышить именно эту табличку она такая яркая здесь такие красивые цветочки улыбаются все настроение уже создано и магнитик у меня здесь вот такой вот тоже яблочко вот все в тему с таким удовольствием отрываться не хочется целый день посидела и вышивала и совершенно бы наверное не устала ни грамма но есть домашние дела есть работа заботы поэтому конечно буду вышивать урывками буду вам снимать и показывать продвижение ах красота красота ну что на этом у меня все хочу пожелать вам конечно же хорошего настроения ну и до новых встреч пока пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч